Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Наконец-то могу вам показать свою осеннюю черепашку. Давно вам ее обещала, еще летом. Немного капризная у меня получилась черепашка. То одно ей не нравилось, то другое. И как только мы с ней договорились, как она будет выглядеть, спешим вам показаться и, конечно же, пригласить вас на мастер-класс по вязанию вот этой милой красавицы. Но прежде чем мы приступим к вязанию, давайте ее хорошенько рассмотрим и познакомимся. Панцир черепашки у меня в форме тыковки. Мы недавно с вами вязали похожую тыковку. Я специально сначала сделала тот мастер-класс, чтобы вы немного потренировались. Она хорошо держится на поверхности. Тыковка украшена фетровыми цветочками. Сзади бантик из окласной ленточки. В модной шляпке. С кружевом. Ремешком. И дубовой веточкой. С желудями. Вначале хотела назвать эту черепашку тыковкой из-за панциря. Но раз я украсила шляпку с желудями и дубовыми листиками, то пусть моя черепашка будет просто осенняя черепашка. Хотя, конечно же, традиционно вы можете предложить свои имена и названия. Мне кажется, этой черепашке подойдет имя Шарлотта или Гертруда. Почему-то эти два имени мне сразу пришло в голову. Кто следит за моим творчеством, знает, что это не первая моя черепашка. А те, кто впервые смотрит мой канал и не знаком с моими вязаными игрушками, я вот здесь приложу фотографии, чтобы вы могли посмотреть, какие еще черепашки у меня бывают. Также на моем канале есть видео про эти черепашки. Я ссылочку на него оставлю в описании под этим видео. Совсем недавно на моем канале вышел мастер-класс вот с такой тыковкой. Если вы пропустили, то, скорее всего, не подписаны на мой канал. Обязательно это сделайте прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. А ссылочку на этот мастер-класс я также оставлю под этим видео. Проходите и вяжите. Сразу скажу, что панцирь тыковка у черепашки. И эта тыковка вяжется немного по-другому. Высотой черепашка 16-17 сантиметров. Если измерять по юбочке, примерно 12-13 сантиметров. Шляпка у нее не снимается. Я ее пришила. Такую черепашку можно использовать как элемент осеннего декора у себя дома. А можно как игольницы. Черепашка вяжется несложно. И если вы вязали вот такую тыковку, то без труда справитесь и с черепашкой. Но предупреждаю, что мой мастер-класс не рассчитан на тех, кто не умеет вязать или только учится. Поэтому, возможно, мой мастер-класс вам не подойдет. Но в любом случае, посмотрите, попробуйся. Возможно, вы тоже справитесь. Эту черепашку я вязала из пряжи пехорка или лотос акрил 300 метров в 100 грамм. Вторую черепашку хочу вязать немного из другой пряжи. Ну а сейчас я расскажу, какие нам понадобятся материалы. Для второй черепашки я приготовила вот такие ниточки. И заодно покажу вам свою новую корзиночку. Еле их вместила. Это пряжа YarnArt Jeans. В прошлом мастер-классе вот эту тыковку я также вязала из этой пряжи. И мне очень понравилось. Панцир черепашки тыковку хочу связать вот из такого цвета. Покажу вам номер. Для панциря можно взять и такие ниточки. Этими мы вязали с вами в прошлый раз тыковку номер 85. Но в этот раз мне хочется связать черепашку не такой яркой, в более спокойных осенних цветах. Это будет основной цвет и больше всего уйдет именно его. Моточек пряжи вполне хватит. Голову, лапки, хвостик буду вязать из такого цвета. Номер 86. Для шляпки коричневый цвет, номер 70. Совсем немного понадобится желтого цвета для желудей, номер 35. Совсем немного вот такого светло-розового, номер 74. Им будем вязать носик. Два оттенка зеленого, светло-зеленый, вот такой оливковый, номер 29 и номер 69. Тоже понадобится совсем немного для вязания листочков. Я вам показала пряжу и цвета, которые буду использовать в своей осенней черепашке. Вы же можете выбрать совсем другую пряжу. Главное, чтобы все цвета были одной толщины. Вязать буду крючком номер 125. Им я вяжу все свои игрушки. Вы же подбирайте крючок под свою пряжу и плотность вязания. Наполнитель. Вот такую подушечку я покупаю в магазине Leroy Merlin. Немного белого фетра, накладные реснички. Такие ресницы я покупаю в магазине FixPrice. Глазки. Эти глазки я заказывала когда-то на Алиэкспресс. Но вы можете использовать любые другие готовые глазки. Можно взять полубусины или черные бусины. Черная швейная ниточка, чтобы вышить ротик, бровки у черепашки. Прозрачный клей Кристалл Момент. Красный карандаш для рисования, чтобы подкрасить щечки. Атласные ленточки сантиметров 20, чтобы сделать бантик. И завязку на шляпке. Для завязки нам понадобится ленточка сантиметров 50 длиной. Я подобрала вот такие цвета. Вы же подбирайте цвета так, чтобы они сочетались с вашей черепашкой. Понадобится вот такая тоненькая ленточка. Она 0,6 сантиметров в ширину. Вот такая сантиметр где-то в ширину. Я хочу сделать бантик на хвостике черепашки чуть-чуть побольше. Я взяла ленту где-то 2 сантиметра шириной. Когда будем собирать и оформлять черепашку, там уже решу, какой же бантик из какой ленты я буду делать. На черепашке я также использовала кружево коричневое и желтое. Моя вторая черепашка будет отличаться по цветовой гамме. Поэтому тоже кружево буду подбирать в момент сборки. Нам понадобится коричневое кружево для юбочки. Шириной где-то 2-2,5 сантиметра. Длиной около метра. Для шляпки нам тоже нужно кружево шириной где-то 2 сантиметра, а длиной 50-60 сантиметров. Но я пока не решила, какой буду использовать. У меня здесь три оттенка. Такой ярко-желтый, светло-желтый и вот такой молочный. Когда буду собирать шляпку, там уже и решу, какое кружево буду использовать. И конечно нам понадобятся швейные ниточки в цвет кружева. Обязательно иголки, булавки, ножницы. Возьмите иголку по длине и с широким ушком. И чуть не забыла, нам еще понадобится плотный картон, пластик, чтобы вставить на дно черепашки, чтобы она была такая плоская и хорошо держалась на поверхности. А можно использовать железную крышку от банки. Но и разные декоративные элементы. Божьи коровки, цветочки, бусинки, полубусинки. Но это конечно уже на ваше усмотрение. Если у вас готовы все материалы, то приступаем. Возьмем вот такую ниточку и будем вязать голову черепашки. Наберем 2 воздушные петли или сделаем кольцо амигуруми и провяжем 6 столбиков без накида. Следующий ряд мы вяжем 6 прибавок. Прибавка, это значит нужно провязать петлю по 2 столбика без накида. Нам нужно сделать 6 таких прибавок. И в итоге у нас получится 12 петель в ряду. Все вязание у нас идет по спирали без дополнительных петель подъема. И обязательно используйте маркер. У меня это обычная булавка, чтобы не сбиться в рядах. И вяжем следующий ряд. Сначала столбик без накида, затем прибавка. Повторим все это 6 раз. У нас должно получиться 18 петель в ряду. Следующий ряд. Провяжем 2 столбика без накида, затем сделаем прибавку. Повторим 6 раз. Должно получиться 24 петли в ряду. Следующий ряд. Провяжем 3 столбика без накида, затем сделаем прибавку. Повторим 6 раз. Должно получиться 30 петель в ряду. Следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида, затем делаем прибавку. Повторим также 6 раз. Должно получиться 36 петель в ряду. Следующий ряд вяжем без прибавок. 36 столбиков без накида. Следующий ряд снова прибавочный. Вяжем 5 столбиков без накида, затем делаем прибавку. Повторяем 6 раз. Должно получиться 42 петли в ряду. Следующий 5 рядов провяжем без прибавок. 42 столбика без накида. Напоминаю, что все вязание у нас идет по спирали, без дополнительных петель подъема. Провязали. Следующий ряд у нас будет прибавочный. И мы будем вязать, захватывая только переднюю половинку петли. И провяжем 42 прибавки. То есть прибавки до конца ряда. У нас должно получиться в итоге 84 петли в ряду. Готово. Дальше мы будем вязать, как обычно, захватывая уже обе половинки петли. И провяжем 12 рядов по 84 столбика без накида в каждом. Вяжем также без петель подъема по спирали. Провязали. Следующий ряд у нас убавочный. И мы должны сделать 42 убавки. Убавку я делаю так. Захватываю передние половинки петель двух столбиков. И провязываю их вместе. Нам нужно сделать 42 убавки, чтобы осталось в итоге 42 петли в ряду. Убавки вяжите поплотнее, чтобы не было дырочек. Готово. Не пугайтесь этих складочек. Во время набивки все это исправится. Следующий ряд у нас тоже убавочный. И вяжем так. 5 столбиков без накида. Затем убавка. Повторяем 6 раз. Должно получиться 36 петель в ряду. Следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Затем делаем убавку. Повторяем 6 раз. Должно получиться в итоге. 30 петель в ряду. Следующий ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Затем делаем убавку. Повторяем так же 6 раз. Должно получиться 24 петли в ряду. Голову черепашки мы довязали. А дальше будем вязать ее шейку. И провяжем 21 ряд. По 24 столбика без накида в каждом. Вязание все идет у нас по спирали. Без дополнительных петель подъема. Провязали. Петельку немножко вытянем. Пока так оставим. Нам нужно плотненько набить голову. И чуть менее плотно набить шею. Нам нужно очень плотно набить голову. Чтобы все складочки снизу разровнялись. И смотрите, чтобы наполнитель размещался равномерно. Во время набивки так же пальчиками формируйте деталь. При этом набивайте так. Чтобы у нас голова была примерно вот такой формы. И не превратилась в шарик. Вот здесь вот так ладошкой и пальчиками сжимайте. Распределяйте равномерно наполнитель по всей голове. И вот здесь смотрите, чтобы не было никаких складочек. После того, как набили голову, набиваем шейку. Но шейку так плотно набивать не нужно. Не делайте вот такую трубку. Нам нужно, чтобы она была немножко такая плоская. И так же равномерно набиваем. Готово. Вот смотрите, насколько мягкая шейка. Шейка не сильно плотна. И нам нужно закрыть край. Для этого складываем последний ряд пополам. И провязываем, пропуская крючок через оба полотна. Чтобы провязать столбики без накида. Нам нужно сделать 12 столбиков без накида. В последнем ряду у нас 24 столбика. Пополам как раз получается 12. Если у вас получилось меньше, ничего страшного. Провязали последний столбик. Ниточку обрезаем, оставляя хвостик для пришивания. И закрепляем. Готово. Берем ту же самую ниточку и будем вязать лапки. Набираем 2 воздушные петли или делаем кольцо амигуруми. И провязываем 6 столбиков без накида. Следующий ряд. Провяжем сначала столбик без накида. Затем сделаем прибавку. Повторим все это 3 раза. У нас должно получиться 9 петель в ряду. Следующий ряд. Провяжем 2 столбика без накида. Затем сделаем прибавку. Повторим также 3 раза. У нас должно получиться 12 петель в ряду. Не забудьте про маркер. Вяжем следующий ряд. Столбик без накида. Затем прибавка. Повторяем уже 6 раз. Должно получиться 18 петель в ряду. Следующие 6 рядов мы вяжем без прибавок. По 18 столбиков без накида в каждом. Готово. Следующий ряд убавочный. Нам нужно провязать 9 убавок. В итоге в ряду остается 9 петель. Ниточку пока не обрезаем. Нам нужно немного набить лапку. Шарик из лапки не делайте. Нам нужно только придать форму. Примерно вот так. Посмотрите. Лапка у меня получилась более плоская. Нам осталось только закрыть ряд. Складываем пополам. Провязываем через оба полотна 4 столбика без накида. Ниточку обрезаем, оставляя хвостик для пришивания. И закрепляем. Одну лапку связали. Точно так же вяжем еще 3. Той же нитью вяжем и хвостик. Набираем 2 воздушные петли или делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем снова 6 столбиков без накида. Все вязание у нас идет по спирали без дополнительных петель подъема. Следующий ряд вяжем столбик без накида. Затем делаем прибавку. Повторяем так 3 раза. У нас должно получиться 9 петель в ряду. Не забываем поставить маркер. Продолжаем вязать следующий ряд. 9 столбиков без накида. Следующий ряд прибавочный. Вяжем 2 столбика без накида. Затем делаем прибавку. Повторяем 3 раза. У нас должно получиться 12 петель в ряду. Следующий ряд вяжем без изменений. 12 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида. Затем делаем прибавку. Повторяем так же 3 раза. Должно получиться 15 петель в ряду. Следующий ряд без прибавок. Следующий ряд без прибавок. Повторяем 3 раза. Должно получиться 18 петель в ряду. Следующий ряд без изменений вяжем 18 столбиков без накида. Дальше пойдут убавочные ряды. Вяжем следующий ряд. 4 столбика без накида. Затем убавка. Повторяем 3 раза. Должно остаться 15 петель в ряду. Следующий ряд без убавок. Вяжем 15 столбиков без накида. И последний убавочный ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Затем делаем убавку. Повторяем 3 раза. Должно остаться 12 петель. Немного набьем хвостик. Так же не сильно туго. Только чтобы придать форму. Вот так. Закроем последний ряд таким образом. Сложим пополам. И провяжем через оба полотна 6 столбиков без накида. Ниточку обрежем. Оставляя хвостик для пришивания. И закрепим. Возьмем светло-розовую нить и свяжем носик. Набираем 2 воздушные петли или делаем кольцо амигуруми. Чтобы провязать 6 столбиков без накида. Следующий ряд мы делаем 6 прибавок. В итоге должно получиться 12 петель в ряду. Поставим маркер и провяжем еще 4 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Провязали. Провязали. Следующий ряд убавочный. Сделаем 6 убавок. Осталось только набить носик. Осталось только набить носик. Нить через передние половинки петель последнего ряда и затянем. Сделаем узелок. Пропустим через центр и выведем где-нибудь сбоку. Ниточку пока не обрезаем. Она нам нужна для пришивания. На сегодня все. В следующей части видео мастер-класса мы продолжим с вами вязать осеннюю черепашку. Выйдет она совсем скоро, через несколько дней. Не скучайте. Уверена, вам есть что повязать. Ну а я говорю вам до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok